привет лисяне гости жителей моего сказочного леса сегодня я хочу немножечко с вами поговорить о новостях моих лично новостях не только уживального мира хотя вы все прекрасно знаете что переезжаем потихонечку на более русолюбивые скажем так платформы поскольку оставлять ссылки здесь теперь нельзя то я вам скажу ищите меня по имени во всех соцсетях ну во вконтакте это сказочный лес в рутубе это леси и сказочного леса в дзене также в одноклассниках тоже через наверное группу сказочный лес но в одноклассниках там меньше всего активность это только для общения с теми кто там есть у меня это соцсеть держится и для рекламы из новостей вышивальных конкретно давайте с них начнем все таки я начала наборчик это по моему называется день святого патрика я его уже сколько в общем я его начала порола потом опять чуть-чуть начал вот такие у меня вышивальные новости сразу не очень хорошие дело в том что я неправильно расположила этого кто он тролль гном неправильно его расположила в длиночку а надо было вот так две игрушки чтобы влезла он и вот эта радуга вместе теперь в результате пришлось класть класть на валетом их положить потому что я уже начинала здесь этот котелок с радугой и он не вместился он уперся в ногу я и так уменьшила вот здесь соответственно схеме но просто на одну глядочку меньше сделала эту ногу но все равно не вместилась поэтому поэтому вот так вроде как высчитала еще вот есть следы такого синего маркера вроде как высчитала должно вот так вместиться валетом продолжаю вышивать вчера стартовал вчера порола сразу потому что взяла вышла весь оранжевый вот тут и посмотрел и увидела да что не вместится вот я на каком этапе сейчас они у меня как карта карта помните король король пик какой-нибудь ну в общем все это вышивается все это очень быстро вышивается и без всяких проблем потом я столкнулась с неприятностями как вы уже знаете я для мамы и для свекрови вышла деревянные заготовки ну одну из них вы еще пока не видели а может быть не видели даже и обе я не знаю как кролики будут выходить сейчас здесь в ю тубе что касается пасхи и всего такого я обещала маме еще салфеточку от триолиз вот и когда я ее открыла вот тут сейчас пойдет старая неприятность был порез вот здесь но это это не мой порез и потом самое страшное вместе где вот там порезы здесь тоже порез канва просто для мелких игрушек может быть пойдет но вот тоже порез я не могу сказать что сильно огорчена потому что у меня много канвы тут какой каунт если 14 то я легко могу заменить канва номер 6 каунт каунт реолиз свайгард у меня конечно не цвайгард но много 14 канвы это я не вижу она глаз определить мне кажется тут шестнадцатая или восемнадцатая шестнадцатая наверное так вот наверное 14 заменю и все-таки высшую салфеточку но вот такая вот неприятность со всеми бывает ничего страшного только у меня канва белого цвета но мне и хочется больше белого наверное нежели чем бежевая потому что у нее все будет белое а тут белое и как будто бы океймли но золотым не расстраиваемся продолжаем работать с тем что есть еще одни приятные вообще все новости приятные но очень приятная новость пришла посылка то моей подписчицы и подруги спасибо огромное алла это беларусь это это просто человек умеющий читать мысли и умеющий я даже не могу это описать настолько она нам на одной волне с моей душой что все в точку все всегда в точку во первых зефир конечно такому большому человеку как я приятно получать всякие сладости но это это лишнее это лишнее потому что нужно себя контролировать у меня муж спрятал и не сказал куда вчера чтобы я все не съела зефир я пришла раз это уже вторая посылка и я похвалила очень зефир потому что он вообще вот ни капельки не похож на то что сейчас продается у нас в магазине но очень сильно похож на тот который был в детстве то есть когда понятно что посылку небережно несли из беларуси всю дорогу да он потрескался шоколад зефир шоколаде шоколад потрескался но это признак того что зефир покрыт шоколадом потому что у нас вот шармель по моему фирма он просто покрашен кисточкой там не отделим там одно целое вот это белое и шоколад а здесь здесь прям шоколадная крошка прям вот и вкусно вкусно спасибо огромное а теперь к вышивальным радостям первое что я увидела когда открыла эту посылку были две лисички ой аж до слез две лисички я так понимаю что это осень это зима ну в общем как его зовут лисенок фыркуша и значит я буду еще вышивать мои ёлка лисе продолжается я буду стремиться к тому чтобы сделать полностью лисью ёлку а и у меня просто нет слов это это я даже не знала существований такого я нигде никогда не видела таких лисят я я просто спасибо огромное еще раз я мне кажется сто раз скажу спасибо потом еще один подарок который я увидела еще подарок в подарок шли органайзеры вы поймете почему алла она предусмотрела на как вышивальщица нам предусматривает буквально все она знает все мои шаги наперед я я не знала я просто восхищение органайзеры мне сейчас очень сильно пригодятся и чуть позже вы поймете почему но сначала я покажу вам брошку я даже ее хочу надеть вот слеза как пошла так она стала в глазу и и стоит никуда не идет это сойка пересмешнице это что вот муж мне вчера говорит тоже сойка но я очень люблю такие вещи я очень люблю брошки и с этим тоже аллога до крепления как в детстве я давно таких не видела то есть тут по кругу нужно я даже мне кажется я боюсь сломать специально сейчас я надену выше чем положено но чтобы вам было видно на самом вот так вот надевать слепую на самом деле она носится чуть пониже но это чтобы прям на почетном месте как орден спасибо еще раз и теперь я сейчас и теперь я расскажу для чего мне нужны органайзеры это конечно будет мало я еще буду делать и у меня от старых наборов осталось и это все будет организовываться потому что основа посылки аллы это были ниточки для многоцветки я решилась я решилась я даже я я я последняя буква в общем я буду начинать многоцветку сейчас у вас на экране возникнет картинка что это будет посмотрим что получится надеюсь что тормозиться это не будет и будет активно вышиваться вы будете активно наблюдать и болеть за эту работу за этот процесс вот соответственно нужно ротация соответственно нужно нужно что-то еще придумывать какой-то конкурс срочно конкурс уже есть но осталось его воплотить и обдумать вот и это очень 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 классные новости но по крайней мере для меня если не для вас тоже вот такие у меня новости на сейчас что касается интернета и новых социальных площадок то я есть в рутуб а в рутуб будет мой архив с прям самого начала и до сейчас там все будет по ну в хронологическим в хронологическом порядке по очереди что касается дзена там будет первым все появляться там будет меньше архива там будет дела насущные и статьи все что мои мысли все будет в дзене потому что площадка располагает к тому потому что там в комментариях даже можно фотографиями делиться отшивами там процессами своими все такое и там вот именно для активности здесь и сейчас там не архив потому что вот в ленте вот это все искать не очень хорошо по крайней мере как я поняла эту площадку и на рутубе будет два канала лисяни life тоже переедут и будут продолжать свою деятельность на рутубе и я вам сейчас покажу почему мне не нравится во вконтакте в плане видео выкладывание туда видео я уж говорил что там есть такой крестик сейчас вы видите его на экране и когда его нажимает сторонний любой сторонний человек это добавить видео к себе он становится автором этого видео я считаю что это прямое нарушение авторских прав потому что это мое видео его можно было бы там перепастить там еще что-то сделать но чтобы убирать авторство это не очень хорошо это они пошли путем одноклассников когда-то очень очень давно я выкладывала видео коротенькие всякие такие связанные с профессиональной деятельностью в одноклассники там всегда был этот крестик и в какой-то момент я вдруг нахожу свое видео с страшнейшими какими-то абсерами героя которого я снимала то есть я снимала его с хорошей доброй стороны а люди решили почему-то поливать его грязью при помощи моего видео соответственно я захотела удалить его соответственно мне одноклассники не дали удалить я заявила о своих авторских правах мне сказали да хорошо вы автор мы согласны его удалить если вы материально скомпенсируете это все майл майл держит одноклассники email мне такой писал если вы скомпенсируете материальные потери за лайки за просмотры за комментарии за все такое конечно же я это делать не буду думаю черт с вами забирайте вы это видео я все остальное по удалял оттуда все лишнее оттуда по удалял а все лишние фото там минимум просто чтобы общаться там с родственниками которые существуют в одноклассниках и никуда они не хотят переходить вот вот собственно какая история почему я не хочу больше связываться с выкладыванием видео не во вконтакте пока там не поменяется политика партии не в одноклассники в одноклассники вообще не хочу никогда если только репостом с рутуба так тоже можно прекрасно смотреть далее что касается телеграм телеграмм это мое общение в реальном времени вы можете туда прекрасно тоже заходить там сказочный лес лесе и сказочного леса можете писать вызвать меня как вызвать меня к диалогу чтобы пообщаться по разговаривать что я сейчас делаю я там кстати свои секреты вот здесь и сейчас процессы какие-то недошивки какие-то ошибки какие-то стыдности выкладываю девчонкам но девчонки не критикуют пока пальчики вверх ставят лайкосики приятно приятно очень вот вроде бы про все рассказал про все свои новости ничего не упустила на вскидку ничего не могу вспомнить и сейчас прям буквально я выключу камеру и буду записывать для вас два новых тега надеюсь вам понравится а с вами была лезь из сказочного леса и вот там где-то вон она пушистая попа парсика всем пока и